Мои телепузики, пожрём на камеру. Эй! Меня только смотрят жирные и толстые. Кто на диете, меня не смотрим. Вам и худые, вам нельзя меня смотреть. Так, это вот кофе сделала. И песка не знаю сколько. Пойдёт. Цикорий. Это я уже, который в магните, сейчас сделала. Порошковый не буду делать больше. Вот как отличается порошковый и это, гранула. Вообще-то и запах другой. Две ложки вот. И две с половиной песка. Совсем по-другому. Так, соль, как всегда. Хлебушек. Ну, у меня здесь есть. Сметана. И по вашему заказу, это, конечно, сырники. И тарелка. Мне теперь хорошо. Посуду мыть я не мою. Я пакетом. Теперь пакеты тоже собирать не буду я. Ой, это выкидывать не буду. Тоже сполоснула, высохла. Вот тарелку раз. И всё. У меня тарелочка чистая. Три сырника и чесночок уже сейчас ела. И мне не жирно, ребят. Хватит жить, как попало. Будем, как придётся. Еда это чудо у меня. Да. Чеснок надо есть. А чё, хорошо я придумала. Видите. Ну, сейчас пойдем. Пакет вытащу. Сполосну его. Посушу. И всё. Ну, а чё. Чё я хочу сказать, ребят. На улице погода. Как я думала, туда и обратно. Какое? В центр пошла, в город. Ля-ля-ля-ля. То с 14-го дома, то с красных домов там. Ну, вы сами знаете, что я живу. Общежитие, комната. Одна. Когда я вот рыбу варила, невозможно, еле выветрила. А у Корниевой, Валька, она... Ну, этот-то у них. Мини-пекарня. Ну и что. Взяла... И хорошо. Три рыбки и десять этих таких вот маленьких. М-м-м... Сейчас я буду сырники. Это тоже обчинки, выделки нету, ребят. Что я возьму? Творог, масло, мука. А здесь я заплатила десять штук, десять штук, сто двадцать рублей. Ну, что, мне кажется, так выгоднее. И тем более, теперь вот приедут ко мне рота-солдат вратынские. Я их буду кормить тоже на каждую тарелочку. Да. Всё, погнали. Сейчас попробуем сырники. Да я как-то брала давно-давно, 41-го, сырники вкусные, но... Потом мне не попадалось. Там разбирают и рыбу, ментай разбирают, жареную, и сырники. А там, где пятёрка и магнит, там тоже жарят, где цветы продают. Ну, цветочный магазин, там тоже. Но я там не брала ни разу, не знаю. Не знаю. М-м-м... Бомба. Ребят, это бомба. Ещё кофейку. Конечно, и кофе теперь своё стало пить, отличается. Девки, бомба. Конечно, вкусная. И вы чё думали, во сколько я легла после эфира и проснулась. И во сколько я заснула под утро. Я обратно не выспалась. Ну, это ладно, по работе мне в Ютьюбе. Я эфир закрыла. Настя мне говорит, сейчас я детей уложу. Мы там побалакали с ней. Ну, мне же надо как-то деньги выводить. Сами знаете, какие сейчас правила сделали. Деньги тяжело выводить. Это рекламу России нельзя. Девки, это кайф. И кофе моё. Ну, я кофе всегда это пила. Потом два месяца у меня это. Ну, и вот. У меня сейчас в октябре восьмого там последнее зачисление, сколько набралось у меня. И двадцать первого, как у всех, зарплата. Ну, вы сами знаете, что в России отменили рекламу. Но другие страны нас смотрят, республики нас смотрят. От этого идёт. Ну, там убрали. То нельзя, это нельзя. И там три вида. Рапида. Или попида. Рапида или попида. Потом ещё какая-то карта. И через это... Как её называют? Через почту. Ладно. Это никак. Она мне, Насте, и говорит. Оль, сейчас мы с ней балалакали. Дети-то маленькие у неё. Сейчас я тебе перезвоню. Ой, это детей уложу, я, говорит. Что там? Я не понял. Или мне показалось? И я тебе, это... Позвоню. Ты спать не будешь? Я говорю, не, не буду. Не, говорю, не буду. Я ещё в интернете, говорю, буду лазить. А, ну, ладно. Пока я то-то... Ой. Ну, и, короче, я пока в Ютубе лазила и захрапела. А она мне в WhatsApp пишет, пишет. А я звонок-то включила, чтобы это... Так-то я выключаю. А она мне пишет и никак. И в час ночи заводит мне. Даже на... Значит, это... Ну, где-то около час ночи. Я не пойму, думаю, кто-то мне звонит, думаю. А я про неё и забыла продать её. Угу. Ой. Ну и что, стали делили. А там... Я уже сама сделала до этого. А я-то не понимаю. Ну и всё. Настя проверила. Там уже сделано было это... Папида надо... Рапида ли Папида, не знаю. Надо... Как его? Кошелёк этот. Киви-кошелёк обязательно. Угу. А у меня же есть киви-кошелёк. Там какая-то блогер, что мне пишет, как выводить деньги. Ну, я сказала, как. А ещё вот это Папида, Рапида. Она говорит, там не выводится. Но выводится Папида, Рапида, это... Надо иметь, это, киви-кошелёк. У кого киви-кошелёк, то там он выведется. Ой. Ну и всё. В два часа. А, Лёсика ещё. Сейчас Лёсика поднимет. А, он же спал. Сегодня, не знаю, будет звонить у Настя. Он говорит, я ему пишу срочно. А он утром пишет, что случилось. Ну, я ему объяснил. Не знаю, будет звонить он. А то мне надо до 8-го числа всё проверить. Что 21-го. Ну, 8-го начислиться, там, чтобы ай раз. Чтоб до 21-го у меня всё... Чики-пуки было. Девки, какие. Валь, спасибо. Чего? Валь, спасибо за сырники. Бомба. Рыбу не пробовала. Вообще бомба. Ммм. Ну, всё. Там потом поем. Ну, не сразу же всё. Я наделась. И это. Ну, и всё. И легла, я не знаю. Легла. Встану, сяду. И где-то я заснула. А уже сон перебился. Заснула я где-то в 6-м часу. В 6-м часу заснула, полдевятого. Я проснулась, полежала, без 10-ти встала, пошла посуду вымыла. Ну, там такую. Ну, там такую. До этого там. Ну, какой там сковородка была, без пережарки. Эти доски, где капусту резала и сало резала на доске. И всё. И три татушки. А сейчас я это, выкину ложку, вымыть. А я сюда ещё пакет буду одевать, в кружке. А что делать? Это жесть. Извините, я не наготовлюсь. Вы сами знаете, ребят, я не наготовлюсь на эту жидкость мыть. Вы сами знаете, я не работаю. Пенсии у меня 58 лет только. Ну, если вы хотите, как вы мне там пишите, сегодня лучше обои. Ну, приди, чучундра прокладочная, приди мне поклей. Купи обои и поклей. А мне и так хорошо живётся. У меня постельная чистая. Одеться есть чего, тарелки чистые. Теперь пакеты одеваю. Приди, чучундра, если тебе жалко, ты меня скобляешь, я тебе в банк поставил. Приди, приди, приди и поклей чучундра прокладочная. И мне не жирно будет. Ну, да, я вот теперь сиди и смотри меня. Не напишешь. Сюда тоже пакеты буду одевать, забыла. Да. Это мой канал. Что хочу, то и снимаю. Понятно? Уже по-твоему точно не будет. А мне так устраивает жить. Мне так устраивает жить. Да. Пускай обои будут. Мне не стыдно. Пускай другим будет стыдно. Стыдно у кого видно. Угу. Стыдно, поклеи. Приди и поклеи. Ой, девки, я вот это не хочу уже. Попозже так объелась. Попозже буду пить этот цикорий. Не могу уже. Всё. Не хочу. Девки, цикорий другой совсем. Совсем другой. Совсем другой цикорий, ребят. Гранулы. Гранулы совсем отличаются. Порошковый гранулы. Вот это у гранулы 36 рублей в магните. Совсем другой. Такой-то я буду петь. Ну, я этот уже два раза пропустила. Ладно. Так устала, ребят. Я куда-нибудь пойду. Я так устаю, девки. Лучше лежать, девки. Лежать. И так куда-нибудь пойду. Вот честно, я устаю. Как будто Елисейские поля пахало. На меня плух одели. И Ольга Валерьевна попёрли. Вот честно, ребят. Ещё эту беретку зачем-то одела. Жарко. Жарко. И я люблю прохладно, чтобы было. У меня вот дома всю ночь 24 на 7 окна открыты. Ну, не могу я, ребят. Я всю жизнь так. Мне... Я жару не переношу. Раньше молодая переносила. Ой. Что это такое? 7 октября. Бой будет. Прямой эфир. Бой Магомеда Исмайлова с кем? Противник Ильича. Александр Ильича. 7 октября. О-о-о. Всё понятно. А это... Гришка Восьмого, говорит, он тоже у него будет. Ну, Гришка наш блогер. Блядь. С кем же он будет драться? Ёб твою мать. Вот такие, ребят, дела. И вы, чучундры прокладочные, чеканые, мне можете не писать. По-вашему не будет. Там оскорблять какие-то, не знаю, мужики или ребята. Мне как-то до лампочки. Вот честно. То, что вы пишете, я вас удаляю в баню. Вас в баню вы не напишите мне больше. И мне как-то всё равно. Я видеоэфиры делаю не для чучунд, прокладочных, чеканых, кошелок. Я делаю видосы и эфиры для хороших людей. Для нормальных, которые понимают, жизнь прожили, понимают, как вынимают. А если вам жалко Ольгу, Валерию, ну вы поставьте свои фото. Покажите свою личную жизнь. Я хочу посмотреть, как вы живёте. Придите, купите обои, поклейте мне здесь. Чтоб чики-пуки было. Ну а чё вы? Мне так устраивает. Настя, если моя, приехала, она мне окно забабанила за 27 тысяч. А я ни у кого не просила. Бодров кинул, Настя, 27 тысяч. Приехали и забабанили. Наняли, мастер приехал и забабанил. Я никого не прошу. Да. Если надо, и это. Так же, где мыться, бролер, как она называется. Ванька взял с Москвы и машину пригнал. Бролер привёз мне для Ольги Валерьевны. Взял, купил за свои деньги. И с Москвы машину пёрлась. И всё. Ай, приехал, всё восстановил. И раковину, всё. И толчок поставил. И что? Вам жалко? Приходите. Мне помогают, да. Люди помогают. Все. Что я буду перечислять? Все знают, кто. Девки, жарко, не могу. Или это, наверное, климакс у меня. Это девки климакс. Я себя... Когда у меня... У меня две недели как климакс. Там то летом, вот каждый год по-разному. То зимой. Вот сейчас обратно уже какую неделю. Ну вот ещё неделю и всё. И низкое давление у меня всегда. Как климакс, так и низкое давление. Когда я вчера, что ли, лежала? Или позавчера? Моё вообще давление 120 на 80. Я когда была у врача, он мне магнезию пять дней, жопу. Ой, не может быть! Что в твоём, в вашем возрасте 120 на 80. Вы каждый день мерьте давление и записывайте. Я говорю 120 на 80. Если чуть прибавится 130, там, на 90, на 85. У меня голова, караул, давление для меня это плохо. А 150 уже всё. А 180, если... Ну, это редкий случай. У меня есть магнезия. Мало что так вот. И вот у меня то скачет, то высокое, то низкое. Низкое пипец. Низкое я уже как будто с будуна хожу. Такое состояние спать. И вот так хожу, да. Когда низкое, у меня пипец. Что толку и кофе, и цитрамон. Цитрамон же надо пить, а у меня его и даже и нету. Надо посмотреть или есть. О, если низко, я вообще лежу. И если стану, не могу. Сахар у меня нормально всё. Вот жарко мне, вообще ужас. Когда этот климакс пройдёт? Да никогда. У меня рано началось всё. Вот так, девки. Вот так чучундры прокладочные. Кошёлки. Берите телефоны, снимайте, набирайте людей. Делайте, чтобы канал официальный. У меня канал официальный. Настя всё везде оформила. Туда и налоговую. Всё писала, всё у меня. Делайте вы. Ищите донатюров. Да, я горжусь, что у меня есть такие люди, которые не бросают, помогают. Одна вот честно заебала. Когда на ногти? Когда я пойду на ногти, я приду, и вы увидите. Понятно? Я уже записана на ногти. Но я не буду говорить. Когда надо, я вам скажу. Вот. Да, на ногти я записана. Ну, педикюр я сама делаю. Тем более у меня подруга лаки подарила хороший, который три в одном. Три в одном – это вообще хороший. Он не стирающий долго. И в другой тоже. А тот светлый. Вот. Это для педикюра. Потому что педикюр ещё я не насосала на педикюр. Как только я насосу, я только насосала на миникюры каждый месяц. Ну, мне кажется, я достойна, чтобы мне миникюр я делала. Я сижу здесь, клоунчу. Ну, как насосу на педикюр. Буду делать каждый месяц ещё педикюр. Педикюр стоит. Есть вместе с папкой, ой, с пятками полностью, чтобы стопу, пятку обработать. Полторы тысячи. Да. Ну, у меня пальцы хорошие на ногах. И пятки у меня, как у поросёночка. Девки, у меня, наверное, это. Да, низкое давление. Я по венам. Когда у меня высокое, мне вены прямо вздутые. И это. Так пожрала хорошо. Сейчас надо пропылесосить хочу я. Только подметала утром. Да, и это. Ничего не буду греть. У меня щи есть. А, кашу гречневую сейчас сварю. Картошку не хочу. Так я переела. Кашу сделаю. Рыба есть. Сейчас кашу сварю я. И всё. Помидоры есть. Вот так, Чудра, хотите, приходите, делайте ремонт. Но по-вашему не будет. Танцую я, не танцую. Я делаю контент для себя. Понятно? Там толстые зубы. Зачем мне зубы делать? Совсем бы хорошо делается. Вы себе делаете. А мне и так. Я так охуительная баба. Вот Джиган песню для меня поёт. Охуительная. Охуительная. Охуительная Ольга Валерьевна. И мне не жирно. Ой, девки. А ещё сегодня обратно не спала я. Вон, самолёт летит, девки. Это не пассажирский. Ой, ой. Ой, сейчас там в центре стояла. С одной бабой, это с четырнадцатого дома. Она говорит тоже. Ну, говорит, внук мой не был в армии. Не был в армии. Какая-то группа, но... Ну, но. Вот так. Все переживают. Все переживают. Вот так, девки. Вот так, Чичундра. Берите телефоны, снимайте. В туалет сходите, покакайте, снимите. Это вообще контент будет. Знаете, сколько просмотров? Ага, танцую я. И что? А что только по всему интернету только я танцую? Ещё старше меня танцуют бабки. Вы тоже выкладываете. Зачем вы выкладываете? В одноклассника, в ЭК, там, в другом месте. Выкладываете. У вас же есть сети. Зачем вы выкладываете? Тоже так же я выкладываю, как и вы. Пишите гадость. Мне как-то вот честно. Я плакать не собираюсь. А, одна пишет. Хоть бы лифчик одела. Вот я бюстгальтером. И что? Они у меня дорогие, хорошие. И что? Шестой размер у меня. Я вот одела. И что? Я вышла на улицу и одела. А зачем я дома буду одевать? Я чё, чеканная, что ли? Я не чеканная. Дома без них. Пускай дышит у меня. Мой шестой размер. Я капусту ела всю жизнь в любом виде. А, девки, капуста это. Вёдрах там 78. Или 77. Ладно, давайте. Всё, хватит. Надо мне вечером в 7 часов приходить. Ладно, зайки? Зайки, ребят. Чучундры, не пишите мне. Не пишите вас в бан. Своим подписчикам, моим любимым, моим муси-пуси, мои телепузики, мои сахарные заводы, тритатушечки, муни-мунички мои, тетю-тетечки. Благодарю, что вы ко мне подписываетесь. С просмотры. Что ещё там? Лайки. Спасибо вам. Дай Бог вам здоровья. Ваша Ольга Валерьевна. В 7 часов приходите. Спасибо.